Поплавилось же всё, и глазок поплавился, вот это вот выключатели, это же мы делали, всё поплавилось, провода поплавились. Дверь не знаю в каком состоянии ещё вот это буду мыть. С самого утра Надежда Ивановна пытается отмыть копоть со стен и пола в тамбуре и на лестничной площадке. Говорит, от пожара, который вспыхнул у соседей, её квартира не пострадала. Женщина была на работе, когда соседка, живущая этажом выше, позвонила с тревожным сообщением. Говорит, там горит, там такое дымище, там горит, там пламя полыхает, так что, ну в общем, короче, я вся в трансе, бегом, сын прибежал первый, я ему позвонила, всё, короче, открыл, тут всё, ну короче, дымина. Внимание Антона привлекли крики на лестничной площадке, но дальше порога собственной квартиры парень пройти не смог. Я думал, там кого-то бьют, думал помочь, открываю дверь, а там дым валит. Ну и сразу двери закрыли, ещё там прятался, выдал семье тряпки влажные, чтобы как-то дышать нормально было. Правда, от дыма влажные тряпки не спасали. Он практически выедал глаза и забивал дыхание. Чтобы хоть как-то впустить свежий воздух, соседи погорельцев попробовали открыть окна и балконную дверь. Мы открыли балкон, чтобы воздух заходил. Оно то воздух заходит, потом ветром задувает дым. Закрыли окна, то опять открыли. И так вот дальше. Между тем, квартира понемногу заполнялась дымом, рассказывает мать Антона Лариса. Люди фактически оказались в ловушке. О том, чтобы покинуть помещение, не могло быть и речи. Дым валил из щелей входной двери. И попытки закрыть тамбур, чтобы хоть как-то уменьшить его поступление в квартиру, закончились провалом. Мы делали три попытки, чтобы закрыть эту дверь, тамбур. И это невозможно. Мы были просто отрезаны. Ну, то есть, выйти невозможно. И в квартиру... Даже если вот что-то... Да. Ну, мы в эти тряпочки-то положили, ну, просто глаза настолько выедало. И, ну, я не знаю, просто как спазм какой-то получался. То есть, две попытки сделал ребенок, вот он хотел там тамбур закрыть. Это невозможно было. И, я не знаю, мы просто молились, чтобы быстрее эти пожарные какие-то действия сделали. Выбраться из задымленной квартиры Лариса вместе с семьей смогла только после приезда спасателей. Они разбили окна на межлестничных пролетах и выпустили дым. Вместе с семьей Ларисы были эвакуированы и другие соседи – восемь человек, двое из которых – дети. Со слов соседей Погорельцы, у которых также маленький ребенок, свою квартиру покинули сразу же. Пока одно из прибывших отделений спасателей занималось эвакуацией, второе тушило возгорание. К моменту их прибытия в квартире на седьмом этаже уже занялась мебель, огонь перекинулся на балкон. Очаг пожара определен, он находится в комнате, в квартире комнаты. А уже потом, получив развитие, он перешел на балкон. Вовремя поступило сообщение. Почему? Потому что вот пламя, если бы была задержка минут на 15, на 20, то уже через балкон огонь мог перекинуться на верхний этаж. На данный момент причины ЧП устанавливаются. Рассматривается несколько версий, среди которых неосторожное обращение с огнем, технические причины и человеческий фактор. Между тем, жильцы думают, кому идти с вопросом застекления окон в подъезде, пока обратились в жилком сервис. Оксана Инчапаренко, Владимир Борох, агентство телевидения новости. Продолжение следует...